МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина. И в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. Чувашские полицейские принимали поздравления в театре оперы и балета. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Судя по последним опросам, жители Чуваши считают, что полицейские стали работать лучше. Статистика показывает, что после проведенной реформы МВД в регионе повысилась раскрываемость преступлений. Только в этом году заведено 7,5 тысяч дел, и раскрыто более 5 тысяч. Завершено расследование всех особо тяжких преступлений. На помощь полицейским приходит и система «Безопасный город». В Чувашии в местах с массовым пребыванием людей уже установлено более 10 тысяч видеокамер. Михаил Игнатьев отметил, что в республике сохраняется тотальный контроль над криминальной ситуацией. С удовлетворением могу отметить, что сегодня у нас налажено тесное, эффективное, межведомственное взаимодействие органов государственной власти, органов местного самоуправления с Министерством внутренних дел Российской Федерации. По итогам работы за 9 месяцев текущего года оперативно-служебная деятельность Министерства внутренних дел по Чувашской республике оценивалась выше среднероссийского уровня и соответствующая статистика среди территориальных органов МВД России, МВД по Чувашской республике занимала 13-е место по стране в целом. С чем я вас и поздравляю. Задачи на ближайшее время остаются те же. Это борьба с преступностью, борьба с коррупцией и обеспечение общественного порядка на улицах, в общественных местах наших городов, сел, населенных пунктов. Мы продолжаем в меньшем количестве выполнять те же свои служебные задачи, также раскрывать преступления, показатели не снижаем. Это говорит прежде всего, наверное, о качестве подготовки наших сотрудников. Лучших сотрудников службы на торжественном вечере поощрили дипломами и благодарственными письмами. Большими помощниками в ведомстве называют журналистов. За объективное освещение деятельности полиции вручили награды и коллективу национальной телерадиокомпании. Эта служба и опасна, и трудна. В органах внутренних дел в Чувашии трудится более 5000 человек. Наша съемочная группа познакомилась с одним из полицейских и узнала, какой ценой достаются награды за службу. Послужной список Марата Михайлова вызывает уважение. Участвовал в чеченской кампании, командовал специальным отрядом быстрого реагирования. Во внутренних войсках он более 20 лет. За годы службы Родине, медали и наградь не счесть. За отвагу, за боевое содружество, за доблесть в службе. Марат Сергеевич – кавалер Ордена Мужества. Дали за участие в штурме Грозного в 2000-м. Есть еще один знак отличия. Храповый берет – это отличие от сотрудников специальных подразделений. Вот, ношу его с гордостью и, надеюсь, никогда не подведу и не опозорю своих боевых товарищей. На счету полицейского множество успешно проведенных спецопераций по борьбе с организованной преступностью. Такая работа, естественно, несет в себе огромный риск. Как признается сам боец, недоброжелателей и угроз хватает. Но они не имеют значения. Ну, вы знаете, как пружина, чем сильнее сжимаешь, тем больше у нее отдача в обратку. Также у меня вот такой характер. Меня угрозы, наоборот, заставляют мобилизоваться. Вот тот же Адриалин. И я думаю, что бесполезно мне угрожать. Марат Михайлов много лет занимается самбо, дзюдо, карате и другими боевыми искусствами. В клубе «Динамо» организуют различные спортивные мероприятия для сотрудников внутренних дел. Коллеги ценят и уважают его. Мне всегда было с ним приятно работать. Всегда к нему можно было обратиться. И сейчас обращались за помощью и советом. Он в этом никогда не отказывает. В своей непосредственной деятельности он профессионально грамотный, очень целеустремленный, очень активный. Способный решать многие довольно серьезные задачи, которые стоят перед нашей организацией. У настоящего бойца должен быть крепкий тыл. Для Марата Сергеевича это его семья. Он счастливо живет в браке уже много лет. Старший сын пошел по его стопам и служит во внутренних органах. А младший пока еще учится в школе, но хочет связать свое будущее с информационными технологиями. Для обоих отец пример для подражания. Отец достиг довольно высокого профессионального карьерного роста. Мне надо как-то суметь не просто достичь его уровня, а еще и подняться немножко выше. Что накладывает довольно высокую долю ответственности на меня. Марат Сергеевич считает, его профессия хоть и трудная, но одна из самых благодарных. Из небольших пары успехов складывается одна большая победа в борьбе за мир, покой и благополучие всего народа. Ради этого и Марат Михайлов, и его коллеги каждый день выходят на службу. Татьяна Леонтьева, Елизавета Зайцева, Олег Кикимов, Республика. Мои родители работают в полиции. Конкурс детских рисунков по таким названиям провели в МВД накануне праздника. Какие они полицейские глазами детей, узнали наши коллеги из пресс-службы МВД. Конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции» проводился МВД и Общественным советом при Министерстве. В нем приняли участие дети-стражи порядка в возрасте от 6 до 14 лет. Всего на суд жюри поступило 45 работ. Чествовали победители в экспозиции истории органов внутренних дел Чуваши. В мероприятии приняли участие заместитель министра внутренних дел по Чувашской республике, полковник внутренней службы Олег Яковлев, председатель Совета ветеранов Михаил Киселев и член Общественного совета Владислав Кондратьев. Ну и как дизайнер, как скажем, города могу сказать, что это вот так вот очень важно развиваться. Мы сами все с этого начинали. А сейчас вот мы занимаемся немножко другим. И подарки мы подобрали такие же. То есть это настенные часы, которые можно как-то декорировать и украсить, и использовать его в своем интерьере, в стиле современного искусства, но уже дома. Победительницей конкурса стала ученица 4-го класса средней школы номер 5 Канаша Рузия Сейфулова. Ее отец Руслан Минзикиевич служит оперативным дежурным отделом МВД России по Канашскому району. К нему также приходят люди, звонят ему и говорят ему о происшествиях. И из-за этого я хотела нарисовать, как бы это мой папа. Второе место занял Арсений Прокопьев, воспитанник детского сада номер 27 Маргаушского района. Его папа, капитан полиции Александр Прокопьев, тоже несет службу в дежурной части. Третье место заняла Анастасия Федорова, ученица 7-го класса средней школы номер 47 города Чебоксары. Настя, дочь капитана полиции Николая Федорова из патрульно-постовой службы у МВД России по городу Чебоксары. Работы победителей конкурса направлены в МВД России для участия в конкурсе рисунков. Остальные будут размещены на стендах в театре оперы и балета, где стражи порядка республики отметят свой профессиональный праздник. Кальян в последнее время становится все менее доступным в европейских странах. Не так давно его запретили и в России. Речь идет о курении табака через кальян. Других смесей это пока не касается, но медики настаивают полумерами. В этом вопросе не обойтись. В Чувашии сегодня стартовал месячник по охране здоровья граждан последствий курения кальяна. Кальян далеко не безобиден. Он также вредит организму, как и другие виды курения. Конечно, вред этот несколько иной, чем, например, от сигарет, но он есть. Научная база собрана, все факты приведены. Государство знает о вреде для нации и всячески пытается ограничить потребление кальяна. Наша с вами инициатива направлена на то, чтобы распространение кальянов прекратилось. Наша с вами задача показать населению, насколько большой вред несет кальян. И наша с вами задача сформировать какие-то предложения для законодательной власти по принятию определенных ограничительных мер по распространению кальянов и курения. Курение является одним из ведущих факторов риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Напомним, что с июня 2014 года вступили в силу положение федерального закона о запрете курения кальяна с использованием табачных изделий в общественных местах. Это не смутило владельцев кафе, ресторанов и прочих развлекательных учреждений, которые, не желая нести убытки, нашли выход из сложившейся ситуации, предложив посетителям кальяна с нетабачными смесями. В качестве таковых, как правило, используется сахарный сироп с различными вкусовыми и ароматическими добавками, а они-то как раз и не попадают в сферу регулирования принятого закона. Но всегда ли в нетабачных смесях отсутствует никотин? Сегодня они говорят, что там нет табака, и мы пытались все эти вещи просмотреть. Лицензии на торговлю, сертификатов, вы знаете, практически не было. Это были бумажки, сделанные на каком-то ксероксе, с ксерокопированными печатями, не раскрывая состав этой смеси, которая входит в кальян. Впрочем, даже если предположить, что курительная смесь не содержит табак, считать кальян безопасным развлечением нельзя. Если мы посмотрим с вами, вред прямой, который наносится, это гипоксия, то есть недостаток кислорода. В процессе горения, будь это табак, будь это листья, даже если без табака. Продукты горения – это СО2. Все здесь присутствующие, все наше население прекрасно понимает, что СО2 – это угарный газ, и в первую очередь этот угарный газ действует на нашу центральную нервную систему. Когда курят кальян, очень много выделяется слюны. И, соответственно, эта слюна передается по кругу друг к другу. И вместе со слюной передаются и возбудители туберкулеза, и другое дряни. Чтобы раз и навсегда покончить с этой неопределенностью, Минздрав России предложил установить абсолютный запрет на курение кальяна даже с использованием нетабачной смеси. В случае одобрения этого законопроекта, курение кальяна в общественных местах, независимо от вида наполнителя, повлечет административную ответственность и штраф от 500 до 3000 рублей. Наказание для владельцев развлекательных учреждений, предлагающих кальяна, жестче. Штрафы от 30 до 90 тысяч рублей. Юлия Важенина, Анастасия Лангина, Олег Якимов, Республика. Помочь чем можно. В столице Чувашии организованы места, где нуждающиеся могут получить бесплатный обед. Где, а главное как, могут подкрепиться малоимущие. Узнаем далее. Сегодня в меню полноценный обед. Щи, гречка с овощами и булочка с чаем. Все натуральное и сделано по-домашнему. Обеды готовят на кухне храма новомучеников и исповедников российских. Волонтеры и священнослужители уже несколько лет раздают нуждающимся горячую еду. Начинали вчетвером, ездили кормить в социальные центры. Правда, помочь удавалось немногим. Сейчас обеды устраивают два раза в неделю, по вторникам и субботам. За горячей пищей выстраиваются большие очереди, но и помощников теперь хватает. У нас все приходят по желанию. У нас нет такой принудиловки какой-то. Все по зову сердца приходят. Кто жалеет их. Даже бывает, что сейчас протестантка одна приходит, продукты приносит. Хотя вроде бы не в православную церковь. Люди жалеют, поэтому приходят и жертвуют деньгами, продуктами. Трудностей достаточно, признаются организаторы. Не хватает то термосов для горячего, то утвари, то продуктов. Но всегда есть неравнодушные люди, кто помогают справиться с проблемами. Вот недавно один предприниматель пожертвовал посуду. Тарелки и ложки. Столовая работает под открытым небом в любую погоду. Спасибо вам за ваше милосердие. Спасибо большое. Очень качественная пища. Все довольны, все смеются. Хотя эта акция проходит не так часто, как хотелось бы организаторам, польза ее огромна. Нуждающиеся люди получают не только горячий обед и одежду, но и капельку веры. В то, что доброта и милосердие еще есть в нашем мире. Татьяна Леонтьева, Алена Алтухова, Игорь Зверев, Республика. В правила дорожного движения внесли изменения. Теперь школьные автобусы могут ездить по полосе, выделенной для маршрутного транспорта. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отметил, что выделенная полоса для общественного транспорта – признанная международная практика. Специалисты считают, что это сделает перевозки детей на учебу и на экскурсии комфортнее и безопаснее. Кроме того, принятая мера позволит снизить затраты на эксплуатацию школьных автобусов и повысить загрузку выделенных полос. В Чувашии на этой неделе заработает автоматическая система взымания платы с грузовиков. Именно с помощью этого ресурса будут собирать информацию о передвижениях автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн. Система Платон будет отслеживать, с какими перегрузками движутся транспортные средства и насколько серьезный вред они наносят дорожному полотну. Размер платы рассчитывают в зависимости от фактического пробега автомобиля. За каждый пройденный километр владельцам перегруженных авто придется заплатить более трех рублей. Полученные средства поступят в Федеральный дорожный фонд. Каждый год деньги намерены выделять на реконструкцию трасс. Вся информация о передвижениях грузовиков будет стекаться в Центр управления мониторинга, который базируется в Твери. В регионах уже работают специализированные офисы по регистрации автомобилей. Разработчики системы запустили интернет-портал, с помощью которого возможно внести средства, запройденные с перегрузом километры. В данной системе уже зарегистрировано порядка 300 тысяч автомобилей. Выявлять нарушители будут с помощью комплексов видеофиксации, а также специальных рамок. Машины будут просто проходить вот точно так же, как сейчас здесь мы видим, через пункт взвешивания. Будет стоять на днем рамках, который будет определять, во-первых, габариты, во-вторых, его номерные параметры. И дальше в автоматическом режиме фиксировать те, если нарушения будут или не будут. И, соответственно, пробег машин, которые совершаются именно по дорогам с грузом. Но в ближайшие годы на дорогах республики планируют установить шесть автоматических пунктов взвешивания. Дмитрий Ковалев, Республика. Обычно сказку можно послушать, посмотреть, почитать. Актеры Чувашского театра «Кукол» сделали так, что теперь сказку можно потрогать с теми, кто к ней уже прикоснулся, встретилась наша съемочная группа. Звуки, запахи, прикосновения, вкус. Слабовидящие люди воспринимают мир именно через них. На эти ощущения сделали акцент при постановке специального спектакля для незрячих и слабовидящих детей. Постановка называется «Что такое настоящий сюрприз?». Кстати, работа стала сюрпризом и для самих актеров. Мы раньше, конечно, создавали спектакли, но не для такого зрителя. Мы играем для детей, которые не могут выезжать, например, в театр. И такие были. А вот с такими зрителями мы столкнулись в первый раз. И нам режиссер сразу сказал, прежде чем начать работать с вами, вы попробуйте вот походить с завязанными глазами. Как вы ощущаете себя? С такими детьми нужно разговаривать тихо, спокойно, не напугать. Тем более я тут играю крокодила. По роли он такой злой вначале. Героями сказки становятся зрители. Они едут на лодке, попадают в Африку, знакомятся с местными обитателями. Технологии у актеров простые, но эффект получаются не хуже, чем в 5D кинотеатре. При такой постановке важно не зрение, а фантазия. Так что для полного погружения даже слабовидящим детям завязывают глаза. Когда нос щекочет лианы, а под ногами бамбук, поверить в то, что ты в джунглях, несложно. Понравилось еще, как крокодила поливали, волны такие были, когда плыли они в Африку. Большие, как на море. Вот. В общем, интересная сказка. Суть спектакля проста, как и во всех детских постановках. Он о доброте и дружбе. Его в Чуваши увидят еще много зрителей. Кстати, для них программки по спектаклю набрали шрифтом Брайля. Ольга Пырочкин, Татьяна Раевская, Сергей Рябчиков. Республика. Сила музыки, красота костюма и мастерство артистов вновь соединятся на сцене Чувашского государственного театра оперы и балета. 20 ноября стартует 25-й юбилейный оперный фестиваль. Около 500 артистов хора и солистов со всей России и зарубежья примут участие в самом ярком культурном событии осени. Наши корреспонденты побывали на пресс-конференции и узнали, что же ждет зрителей в этом году. Организаторы 25-го оперного фестиваля решили сделать юбилейную программу особенной. Зрители ждут перемены. На сцене только редко идущие произведения. Евгений Онегин, Пиковая дама, Борис Годунов. Мы очень часто исполняли эти спектакли. И поэтому у нас возникла такая идея все-таки обратиться к тому материалу, который для постановки оперы, который у нас никогда не шел. Традиционно фестиваль открывается премьерой. Опера Даницетти, любовный напиток, новый спектакль для нашей сцены. Комическая постановка, казалось бы, с привычным сюжетом Альвии, но насквозь пронизана итальянским сюрреализмом. Сам сюжет, он как бы, понимаете, на вот этом каком-то чудесном превращении строится вся коллизия такая сюжетная. И можно сказать о том, что то, что мы сделали, это тоже попытка отразить вот эту сюрреалистическую сущность, сущность этой, можно сказать, сказки со счастливым концом. Партии главных героев Бала Маскарада Верди исполнят артисты из Москвы. Уникальный проект «Четыре короля оперной сцены» привлек солистов из Швейцарии и Бразилии. А гости фестиваля Труппа Нижегородского государственного академического театра оперы и балета подготовили сложнейшую оперу Моцарта. Так поступают все. Тема, которая трогает Моцарт в этой опере, это неважно сколько прошло лет, тысячи, две тысячи, три столетия. Это взаимоотношения мужчины и женщины. И что из этого получается? Мне очень нравится такое выражение «игрались, заигрались и доигрались». Вот это примерно об этом. 29 ноября в галоконцерте можно будет услышать солистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Нижнего Новгорода. 2 декабря артисты нашего театра выступят для сельских зрителей в селе Порецкое. Екатерина Куприна, Расиль Мухаммедов, Республика. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин